Слава Богу! И я уже говорила вчера, может быть кто-то заметил, у нас не бывает никогда, чтобы мой муж за меня не молился перед собранием, то есть когда мы стоим уже на поклонении, всегда мой муж молится, я очень ценю его покров, я очень ценю, он глава семьи, естественно, глава мой покров, да, и я очень ценю его молитву, и это приносит мне большое благословение. Поэтому это я вот уточняю, так, для того, чтобы не было никакой иллюзии по поводу главенства, кто глава, да. Я очень благословлена этими днями, это потрясающие дни, где Бог мне служил здесь очень сильно во время поклонения, во время слова, когда мы слушали о почвах, да, я стояла там и спрашивала Бога, Господь, какая я почва прямо сейчас, и мне так хотелось бы найти себя в той третьей почве, самой лучшей, хотя я понимаю, что вот эти вот почвы, это, наверное, определенные этапы в моей жизни, в моем пути, да, потому что сегодня со мной вроде бы все хорошо, или мне кажется, что со мной все хорошо, да, а завтра или через час в мою жизнь приходит какая-то суета, и что-то с моей почвой не так, что-то происходит, да. Мы вчера слушали потрясающую проповедь про рабу любви, меня заинтриговало это название, я в предвкушении была, я была в ожидании, и если вы не слышали, кто не слышал вчерашнюю проповедь пастора? Вот, если вы не слышали, пожалуйста, послушайте, потому что я думаю, что это даст ответы на очень многие вопросы и на очень многие недоумения, которые возникают в нашей жизни, потому что это то, что необходимо нам. И, знаете, я хочу сегодня поговорить о, называется моя проповедь, ценимые крохи. Я часто задумываюсь о том, что так много мы в своей жизни получаем, и так многое приходит в нашу жизнь, и то, что мы ценим, оно приносит нам по-настоящему благословение. Но есть множество всего ценного, то, что мы не ценим, и это просто, знаете, оно не приносит никакого плода в нашу жизнь. И есть вещи по-настоящему ценные, но ценные вещи лично для нас будут только те, которые лично для нас ценные, вы понимаете? Не те, которые ценные для всех. И кровь Иисуса, и жертва Иисуса, она, к сожалению, не всегда цена для нас. Если мы посмотрим на нашу жизнь, потому что только наша жизнь говорит по-настоящему о ценности, мы можем многое говорить, мы можем говорить, что Иисус умер за меня, и я так ценю его жертву. Мы можем говорить, что Бог у меня на первом месте, мы все говорим, потому что мы научены, да, мы даже привыкли, у нас как-то так вот приоритеты расставлены, как нас научили однажды. Но очень ценно и очень важно каждое утро, вставая на молитве перед Ним, лицом к лицу, встречаясь с Богом, задавать себе вопрос, а действительно ли для меня цена жертва Иисуса Христа на сегодняшний день? Потому что если она цена, тогда это будет влиять на всю нашу жизнь, на все наши выборы. Наша жизнь всегда покажет, что для нас по-настоящему цена, как мы распределяем свое время, на что нам есть время, что забирает наше сердце, что забирает наше время, что забирает наши силы. Это время, которое мы проводим вместе с Богом в наших тайных комнатах, или у нас просто не было сегодня на это времени для того, чтобы помолиться, потому что нам надо было накормить детей, нам надо было приготовить поесть, нам нужно было, может быть, наконец-то выспаться, или множество всего, из чего складывается наша жизнь, или мы нашли время, потому что не могли иначе, нашли время для того, чтобы встретиться сегодня с Богом. Я утром сегодня встала и молилась, я молилась и благодарила Бога за эти три дня, за это время, которое, знаете, для меня оно было, я не могу сказать, что неожиданным, потому что я ехала с большим предвкушением сюда, в этот город, в эту церковь, но Бог очень сильно повлиял на меня здесь, Он очень сильно мне служил, и я благодарила Бога, потому что я понимаю, что нету случайных встреч, нету случайных людей в нашей жизни. Иногда некоторые люди, нам хотелось бы, чтобы эти люди просто сказали, вот они приходят в нашу жизнь, а потом сказали, ой, простите, я ошибся адресом, и пошли в какую-то другую дверь, правда? Но они почему-то остаются, и вы знаете, эти люди, они приходят не ради того даже, чтобы мы послужили им, но ради того, чтобы они повлияли на нашу жизнь. Потому что я некоторых людей называю тренажеры, мой любимый тренажер, говорю я, и это относится к тем людям, с которыми мне так иногда сложно. О которых я думаю, может быть, они пришли не сюда, потому что я как-то по-другому представляла людей в моей жизни. Но, знаете, именно эти люди, они каким-то образом влияют меня, учат меня по-настоящему любить. Не на словах, потому что все мы любим людей, правда? Ну, мы говорим о том, что мы любим людей, да, любовью Иисуса иногда даже добавляем. Но это вообще в действительности такое словосочетание, да, когда мы говорим, люблю тебя, любовью Иисуса, скрипив зубы, да, бывает такое, да. Но на самом деле мы иногда забываем, что Иисус отдал жизнь за именно таких людей, которые отвергали, которые были несправедливы, которые предавали и так далее. Поэтому спасибо Богу за каждого человека в нашей жизни. Спасибо Богу за людей, которые сидят рядом с вами. И я хочу, чтобы вы просто заметили этих людей, которые рядом с вами сидят сейчас. Вы видите их? Скажите спасибо Богу за тебя. Потому что самое большое благословение – это люди. И самая большая ценность – это люди, правда? Потому что Христос пришел на эту землю ради твоего соседа, который здесь сидит, или который находится рядом в квартире, да, с которой, может быть, ты не имеешь никаких отношений сегодня. Но представь себе, Он пришел ради тебя и ради Него. И не случайно вы живете вместе. Потому что у тебя есть надежда, у вас есть надежда, у нас есть надежда внутри нас. И мы призваны для того, чтобы этой надежды принести туда, там, где ее нету. Вы помните, где нету надежды? Вспомните тех людей, которые, может быть, живут рядом с вами, или которые являются вашими родственниками, и за них некому постоять. И Бог говорит, прости, оставь все свои, ну, какие-то, может быть, обиды, какие-то свою злость на этих людей, но стань за них в молитве, потому что молитва – это то, что двигает рукой Божией. Я сегодня была так ободрена, то, что говорил пастор Виктор. Это вообще настолько замечательно, что у вас начинается такой длинный период, когда вы будете говорить о семьях, потому что семьи – это мое бремя, и мы с мужем женаты 27 лет, и мы очень счастливы. И это, наверное, самое ценное после спасения, что есть в моей жизни, потому что это и крепость моя, это туда, куда я прихожу, когда права, и когда я не права, да, и меня принимают такое, какое я есть в этой семье. Но семью нужно строить, и это шаг за шагом. Два хороших человека, встретившись однажды, они… Это не гарантия и не факт хорошей семьи, потому что хорошая семья, она строится. Хорошая семья, она проходит, она испытывается, она проходит сложности, трудности, и семья по-настоящему семья тогда, когда они вместе прошли какие-то трудности. Потому что пока все хорошо, пока мы женаты аж пять дней, вы понимаете, хотя и в пять дней у нас бывают всякие моменты, но когда это проходят годы, мы понимаем, что такое быть вместе, что такое быть поддержкой друг для друга. И во всем, что есть рядом с нами, и все, что мы получаем в нашу жизнь, очень важно, как мы к этому относимся. Что для нас по-настоящему ценно? Может быть, знаете, какие-то незначимые в глазах людей вещи, совсем небольшие и совсем незначимые в глазах людей, но ценимые нами, они могут принести огромное благословение в нашу жизнь, просто огромное. У всех у нас есть Библия, и всегда ли мы ценим каждое слово, которое написано там в Библии, и вообще возможность получить это каждое слово, изучая, я не знаю, просто ценим ли мы эту возможность, ценим ли мы это Слово Божие, которое доступно нам, и которое недоступно было очень многим людям. Ценим ли мы то, что мы можем прийти в церковь, которая здесь есть, официально собирается, и мы не испытываем из-за этого никаких гонений, ценим ли мы то, что мы можем получать вот эти драгоценные минуты, драгоценные мгновения в присутствии Божьем, тогда, когда идет поклонение, тогда, когда говорится, чему-то учит пастор. Очень многое зависит от наших ожиданий, вы понимаете, да? Потому что если мы куда-то, вы замечали, если мы приходим куда-то с ожиданием того, что нас там, ну, все против нас, мы обязательно увидим и найдем, что все против нас, утвердимся, хотя люди даже могут не подозревать о нашем присутствии. Мы можем приходить, и то, что человек на нас просто посмотрел или поздоровался, мы можем подумать потом, ага, с какими мыслями он с нами поздоровался, наверное, гадости какие-то думает о нас, ведь правда же, да? Но если мы приходим с ожиданием что-то получить от Бога, то, послушайте, мы с первым мгновением, от первых слов, вот там вот, со входа, там, где приветливые люди, замечательные люди стоят и с улыбкой говорят, будьте благословенны, доброе утро, и ты уже начинаешь получать что-то от Бога, ведь правда же? Ты начинаешь переживать Бога с первых шагов. Вопрос, насколько ценно нам? Не насколько ценно всем, а насколько ценно нам, правда? Я хотела бы сейчас начать с одного места из Писания, это Матфея, 15 глава, с 22 стиха. Матфея, 15 глава, с 22 стиха. И вот женщина, хананьянка, выйдя из тех мест, кричала ему, помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется, но он не отвечал ей ни слова, и ученики его, приступив, спросили его, отпусти ее, потому что кричит за нами. Он же сказал в ответ, я послан только к погибшим овцам дома Израилева. И она, подойдя, кланялась ему и говорила, Господи, помоги мне. Он же сказал в ответ, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она сказала, так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их. Тогда Иисус сказал ей в ответ, о, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему. И исцелилась дочь ее в тот час. Такая вот история, которая описана в Евангелии, история, которая на самом деле очень многому нас учит. Иисус, он вышел за пределы Палестины. Он был вместе с учениками, и это было практически в конце уже его пути. И ученики многое прошли, они уже многое знали, они многое о многом слышали. Им казалось, что они знали Иисуса наверняка уже, правда, потому что они же спали с Ним, потому что они уже ели с Ним, потому что они находились все время с Ним. Они видели исцеление своими глазами, они видели невероятные чудеса своими глазами, они переживали вот все то, что люди переживали рядом с Христом. И здесь возникает такая ситуация. Иисус идет по этой языческой территории, Он идет, и одна женщина, хананьянка, она, взывая к Нему, кричит. Знаете, когда я читала эту историю, перечитывала эту историю, я подумала, вот как-то не клеится с образом Христа. Вот Христос, который всегда был открыт к жаждущим, бедным, который миловал тех, которые были в глазах мира абсолютно незаслужены, в глазах иудея незаслужены были милости, Он миловал их, Он сразу же отвечал на их нужды и так далее. Но почему-то здесь описана история тогда, когда Иисус, проходя по вот этой вот языческой территории, Он оставался как бы глух, как бы не отвечал и молчал, тогда, когда эта женщина-хананьянка взывала к Нему. Знаете, это история, в которой есть несколько действующих лиц. Это, во-первых, женщина-хананьянка, которая находилась в ужасном положении, у которой, у дочери была проблема, и для нее оставалась одна надежда, это Иисус Христос, в которого она искренне верила, из-за которого она цеплялась, как за последнюю надежду. Знаете, это и которая ко всему прочему, она понимала, что она недостойна получить ответ от этого человека, ведь правда, от этой личности, что она недостойна была быть замечена иудеем. И здесь также были ученики, которые думали, что они знали Христа, и которые рядом с Ним ходили, которым предстояло совершить очень большую миссию, и которые постоянно находились рядом с Ним. И здесь был Христос, который почему-то молчал. Молчал на протяжении какого-то определенного времени. Знаете, я задавала себе вопрос, и, наверное, каждый из нас время от времени, а может быть, кто-то сейчас, задает себе вопрос, почему же Иисус молчит. В моей ситуации почему Иисус молчит, ведь время же проходит. И я уже свидетельствовала, говорила, что в нашей семье есть огромное свидетельство. Оно и драматическое где-то, да, и в то же самое время оно очень славное, потому что Бог подарил нам детей спустя 17 лет ожидания. У нас не было 17 лет детей. И вы знаете, это был непростой путь, когда, собственно говоря, ты задаешь себе вопрос, и ты 10 лет уже верующий из этих 17 лет, и кроме того, что ты 10 лет верующий, ты еще и служишь, у тебя еще есть 200 детей, о которых ты заботишься, потому что, ну, мы были лидерами детского служения. И знаете, на этом пути я знаю, что такое ждать, и что такое долго идти. И мне вчера задавали вопрос, а как этот путь, что вы делали для того, чтобы продолжать верить? И я говорила о том, что на самом деле верить получалось далеко не всегда. И хотелось бы мне сказать о том, что мы 17 лет или 10 лет хотя бы, да, стояли в вере, были твердые, но на самом деле мы больше не стояли в вере. Я больше не стояла в вере, чем в ней стояла. Но Бог покрывает своей милостью, своей благодатью наши пути. И я точно так же задавала себе вопрос, и задавала Богу вопрос, почему же ты молчишь? Я спрашивала его, почему ты молчишь? Но знаете, есть определенные какие-то периоды, когда Иисус намеренно молчал. Есть определенные какие-то периоды, когда Иисус намеренно в глазах людей опаздывал. Вы помните Лазаря, да? Потому что Иисус-то знал о болезни Лазаря заранее, но почему-то Он пришел тогда, когда уже Лазарь умер. Ведь правда же? Был какой-то определенный Божий план. И в этом Божьем плане был Божий смысл. И точно так же для этой женщины, почему же Он молчал, был определенный Божий план. Потому что эта ситуация и молчание Христа, оно послужило испытанием, как для этой женщины-хананьянки, так и для учеников. И вы знаете, удивительно то, что эти люди, которые, казалось бы, должны были повести себя наоборот, ведь правда же, потому что она была язычницей, они были Христовы, которые были рядом с Ним, находились. Но не всегда Христовы ведут себя так, как Христовы, ведь правда же? И здесь написано, что ученики, они сказали, Иисус, да, ну, почему это недостойная женщина? Это как бы расшифровываю, да, для того, чтобы не возникла иллюзия, что вдруг эти люди, они с милостью велись над этой женщиной. Абсолютно нет. Она просто им надоела, да? И они сказали, пускай она не кричит, отпусти ее, пусть она уйдет. И тут заговорил Иисус. И Он заговорил такими словами, которые были несвойственны Ему, ведь правда же? Он начал говорить, что я призван к Дому Израилеву и собакам, ну, ее называют, эту женщину собакой, ну, в переводе, по-моему, в новом русском переводе, там есть немножечко более точный перевод, если мы говорим с оригиналом, он немножко смягчил, он не сказал собакой, а, ну, это слово означало домашнее животное, собачка, ну, то есть, это в новом русском переводе только есть такой перевод. То есть, но все равно это было обидно, потому что в Палисине, вообще в то время, собаки это были самые грязные животные, которых никто не кормил, которые жили на улице, которые дрались, которые уничтожали друг друга, которые все время в пыли, в какой-то грязи находились, съели какие-то отходы и так далее. И Иисус вдруг называет ее и сравнивает ее с этим животным. Но что происходит с ее сердцем? Что происходит с этой женщиной, которая верит Христу и которая на самом деле считает его последней надеждой для собственной нужды, для собственной проблемы? Написано в Библии, что она все равно продолжает держаться за него. И она соглашается, и она говорит, что я недостойна. Она говорит, да. Она соглашается, что она недостойна. Она соглашается, что она ничего не заслужила. Она соглашается, что она нуждается только в его милости и только на его милость уповает. Вы слышите меня? Не на происхождение, не на то, что кто-то ходит в церковь, не на то, что кто-то делает какие-то добрые дела, а ее упование в этой ситуации с осознанием того, что она ничего не заслужила, только на его милость. И тогда Христос, он приходит со своим ответом в ее жизнь Знаете, иногда молчание Христа, оно необходимо для нас, вами Для того, чтобы испытать свое сердце На кого я на самом деле уповаю Или на что я уповаю Или на что я надеюсь Иногда молчание Христа нам нужно Для того, чтобы испытать свое сердце Зачем я иду к Нему за чудесами и знамениями Или для меня ценен Он и цена Его жертва Которую никто никогда не отменял Независимо от того, что бы у нас не происходило в нашей жизни Вы понимаете? Христос пришел сюда на землю прежде всего Для того, чтобы примирить нас с Отцом Аминь И значит, наше сердце должно быть благодарно Ему, независимо от того, что бы у нас сегодня не происходило То ли Он молчит по какой-то причине То ли благословение просто сыпется в нашу жизнь Независимо от этого Иногда молчание Христа Это тоже благословение для нас Для того, чтобы мы задали себе Те вопросы, которые мы никогда не задаем И для того, чтобы мы ответили На какие-то вопросы На которые боялись раньше отвечать Знаете, для учеников Их неправильная реакция Это не было приговором Это не значит, что это было Окончание вообще плана Божьего на их жизнь Но знаете, когда мы попадаем в такие ситуации Нас очень часто эти ситуации формируют Тогда, когда мы понимаем, что мы на каком-то неправильном пути Или как-то мы неправильно реагируем Или что-то у нас внутри не так Это и меняет нас Когда мы в этом признаемся наконец-то Я вчера вспоминала как раз Петра И я говорила о том, что возможно Ну, по крайней мере, мне так кажется Что именно его предательство И тогда, когда вот этот драматический момент Когда он встретился глазами с Иисусом Христом Может быть, он и сделал Помог ему осознать Кто он И кто для него Иисус Христос И сделал его тем, кто по-настоящему готов был умереть за Христа И умер за Христа Знаете, наши ошибки – это еще не приговор То, что мы обнаруживаем в себе Что что-то не так с нашей верой Это тоже не приговор Но самое главное – увидеть это Признаться и попросить у Господа помощи Чтобы Он менял нас внутри Потому что именно с этого начинается наш путь Я хочу вам прочитать еще одну историю Которая также описана в Библии И которая также, она очень сильная Это Луки, 8 глава Я буду читать 43 стиха Наверняка эту историю вы читали Но мне хотелось бы еще В контексте ценности Ценности личности Иисуса И Его благословения, Его жертвы Я хотела бы прочитать сегодня еще и это место из Писания Здесь написано И женщина, страдавшая кровотечением 12 лет Которая, издержав на врачей все имение Ни одним не могла быть вылечена Подойдя сзади, коснулась края одежды его И тотчас течение крови у нее остановилось И сказал Иисус Кто прикоснулся ко мне? Когда же все отрицали? Петр сказал И бывшие с ним Наставник, народ окружает тебя и теснит И ты говоришь, кто прикоснулся ко мне? Но Иисус сказал Прикоснулся ко мне некто Ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня Женщина, видя, что она не утаилась Стрепетом подошла И, пав пред ним, объявила ему Перед всем народом По какой причине прикоснулась к нему И как тотчас исцелилась Он сказал ей Дерзай, черь Вера твоя спасла тебя Иди с миром Еще одна история Про женщину Которая Для которой Иисус Стал последней надеждой Еще одна история О женщине Которая очень сильно нуждалась В исцелении И в чуде Но знаете Здесь есть тоже Огромная Большая особенность Именно в этой болезни Потому что кровотечение Это было не просто болезнь Не просто одна из болезней Как там желудок Как сердце Или еще что-то Кровотечение Это была социальная беда Социальный вакуум Социальная проблема Это был социальный статус То есть это мало того Что ты болеешь Мало того Что ты не имеешь никаких сил Мало того Что ты истратила все деньги У тебя нету имения Но ты и находишься В изоляции от общества Наверняка Семья ее была разрушена Потому что женщина Которая страдала кровотечением У которой есть такое заболевание Она считалась нечистой И муж не мог к ней приближаться Близкие не могли к ней приближаться Потому что Все к чему бы Они не прикоснулись вместе Или к ней не прикоснулись Они бы считались нечистыми И были бы Ну Не достойны И они не могли бы войти в храм Вы понимаете То есть Эта женщина Была в большой проблеме Она была в отчаянии 12 лет Представьте себе Какой это путь 12 лет 12 лет Она находилась Ну Она находилась в ужаснейшем положении Не было поддержки от людей Не было денег Потому что написано Что она все деньги потратила Не было никаких ответов Потому что врачи Просто не в состоянии Были ее вылечить Это была жизнь Которую очень тяжело Вообще Даже себе представить И написано Что она Пробралась туда И она понимала Что она не достойна Вообще Прикоснуться К краям одежды Христа Потому что Тем самым Она делала в глазах Иудеев Его тоже нечистым Она понимала Что ей запрещено Ей нельзя делать это Но у нее была Одна надежда И надежда Это была Во Христе И здесь написано Что она Пробралась туда И она имела Такую веру Она понимала Что как Та женщина Которая надеялась На Христа И те крохи Которые Она знала Что те крохи Они принесут ей Исселение Для ее дочери И избавление От ее проблемы От ее беды Ответ На ее надежду Так и эта женщина Она понимала Что это ее Последняя надежда Она понимала Что ей достаточно Ей не надо Чтобы Христос Возлагал на нее руки Ей не надо Чтобы кто-то Там все собрались И помолились И так далее Она понимала Что ей достаточно Просто прикоснуться Имея такую веру Прикоснуться К полам одежды ее И все ее беды Они закончатся Все беды Закончатся И написано Что она пробралась Туда Прикоснулась Кровотечение Остановилось Но Иисус Почувствовал что-то Наверное Сердце его Что-то почувствовало Написано Что как Сила из него Вышла И когда он Начал спрашивать Кто ко мне Прикоснулся И женщина Это призналась Наверняка Она вся сжалась Она испугалась Она подумала Что последует Сейчас наказание Потому что Она не имела Права Вообще Даже надеяться На это Но сердце Христа Оно было Развернуто К ней И к ней И его вера И ее вера Она на самом деле Понравилась Христу И он сказал Вера твоя Спасла тебя Знаете Она не надеялась На то Что на какие-то Специальные слова Она не считала Она не считала Что она этого достойна Она знала Что она этого Недостойна И уповала На Божью милость Ведь правда же И Господь пришел С ответом В ее жизнь Христос не изменился И он не изменялся Ни для кого Он был всем тем же Любящим Милующим Сильным Сыном Божьим Он был всем тем же Но почему-то Для кого-то Достаточно было Прикоснуться Достаточно было Прийти И услышать От него слово Достаточно было Просто Его слово Чтобы он Его высвободил И сказал Что твой слуга Будет Будет Свобой Будет исцелен Вы помните же А для кого-то Даже постоянное Пребывание Рядом с ним Оно никак не работало В его жизни Вопрос только В том На что мы уповаем И насколько Личность Иисуса Христа И его Искупительная Жертва Является Ценностью Для каждого Из нас Однажды Десять прокаженных Это тоже Написано В Евангелии Один из них Который был Самарянин А других Я не знаю Кто Но в большинстве Своем Это были Иудеи Они тоже Приблизились К Христу И они Попросили У него Исцеления Стоя Так вдали Знаете Они кричали Христос Помилуй нас И Христос Заметив их И он сказал им Пойдите Покажите Священнику Покажитесь Священнику И это Был Такой Знаете Важный Шаг Потому что Проказ Это точно Такая же Социальная Болезнь Которая Запрещала Даже Входить В город Приближаться Иметь Семью Иметь Какие-то Контакты Работать Где-то И так далее Это тоже Была Такая Большая Проблема Для людей И написано Он сказал Пойдите Покажите Священнику Потому что Только Священник Он мог Поставить Резолюцию Что ты Больше Не прокаженный Увидев Что ты Исцеленный Он мог Поставить Резолюцию И сказать Все Ты можешь Входить В общество И написано Что эти Десять человек Они получили Исцеление И только Один Вернулся Один И я могу Понять Этих Девять Человек Потому что Они получили Ответ О котором Они так Долго Мечтали О котором Они Наверняка Который Решил Практически Все их Проблемы В их Понимании Я могу Их Понять Что они Быстро Побежали К тому Священнику Потому что Больше Ничего Не Заботило Их Им Хотелось Быстренько Восстановить Свой Статус Для того Чтобы Наконец Начать Жить Так Как они Мечтали Но Потрясающе То И удивительно То И так Часто Бывает Что Тот Человек Самарянин Который Как бы Был Ну Далеко Не Иудеем И даже Они Враждовали Между Собой Наверное Где-то Осознавая Что он Недостоин Был Получить Это Исцеление Именно От Иисуса Он Вернулся Для того Чтобы Его Поблагодарить Знаете Вопрос Ценности Не только В том Ценность Наша Проявляется Наша Благодарность Она Рождает Дела Для Господа Вы Понимаете Да И ценность Она Не заканчивается На том Что мы Получили Ответ Ценность Она Продолжается Мы Не можем Получив Ответ От Бога Если Для Нас Жертва Иисуса Христа По Настоящему Ценна Мы Не Можем Получив Ответ От Бога Увлечься Всем Тем Что Нам Дали А Сколько Бывает Такого Когда Люди Так Долго Ждут Например Семьи Они Молятся За Семью Они Просят У Бога Они Приходят На Все Молитвенные Собрания Они Стоят На Коленях Они Они Так Ждут И Господь Благословляет Их Семьей И все Мне Некогда Прийти На Твой Пир Потому Что Я Женился И Мне Нужно Быть Со Своей Женой И Строить Семью Потому Что Это Мой Приоритет Который Забрал В моей Жизни Все Люди Так Долго Молятся Бывают О Детях И знаете Господь Благословляет Их Детьми И вдруг Почему-то Ребенок Он Перестает Становится Начинает Нам мешать Встречаться С Богом Ходить На Богослужение Служить Ему Знаете Вопрос Только В том Какие Оправдания Мы себе Ищем Потому Что Знаете Тем Что Находят Себе Оправдание С Большим Успехом Просто С Большим Я Видела Так Много Людей Которые Получили Освобождение От Сильнейших Зависимостей Которые Умирали Которые Были Наркотической Зависимости Или В алкогольной Они Получали Освобождение Они Получали Исцеление Они Начинали Заниматься Бизнесом Или Какой-то Работой И Все И Где Эти Люди Им Просто Не Оставалось Времени Для Того Чтобы Поблагодарить Бога Потому Что Благодарность Они Говорили Я Благодарю Бога Там У себя Дома Да Ну Благодарность Рождает Дела Для Него Иначе Это Неблагодарность Вопрос Только В том Насколько Мы Ценим Его Жертву И Его Лично Потому Что Когда Христос Он Начал Рассказывать Людям Большой Толпе Множеством Людей Он Начал Говорить Для чего Он Пришел И в чем Настоящая Ценность Написано Что Все Ушли Они Вообще Не Поняли Они Дошли За хлебом И Даже Обижались На него Куда Ты Ушел Мы Тебя Искали А ты Ушел Куда После Того Как Он Их Накормил И Когда Он Начал Говорить О Настоящих Ценностях Они Не Поняли Потому Что Это Не Было Для Них Ценностью Еще Несколько Историй Из Библии Которые Мы Сейчас С Вами Прочитаем Марка 6 Глава С 1 стиха Невозможно Не Прочитать Это Место Из Писания Когда Мы Говорим О Ценности От Наших Ожидания Когда Мы Говорим О том Что Для Нас По Настоящему Ценно Жертва Ли Его Потому Что Если Жертва Тогда Мы Имеем Поводы Радоваться Каждый День Вы Слышите Меня Мы Всегда Найдем Повод Радоваться Каждый День Потому Что Жертва Ничего Не Происходит Даже Если С Нашими Жизненными Обстоятельствами Что То Происходит Здесь Написано Оттуда Вышел Он И Пришел В свое Отечество За Ним Следовали Ученики Его Когда Наступила Суббота Он Начал Учить В Синагоге И Многие Слышавшие С Изумлением Говорили Откуда У Него Это Что За Премудрость Дана Ему И Как Такие Чудеса Совершаются Руками Его Не Плотник Ли Он Сын Марии Брат Иакова Иосифа Иуда И Симона Не Здесь Ли Между Нами Его Сестры И Соблазнялись О Нем Иисус Же Сказал Им Не Бывает Пророк Без Чести Разве Только В Отечестве Своем И У Сродников И В Доме Своем И Не Мог Совершить Там Никакого Чуда Только На Немногих Больных Возложив Руки И Исцелил Их И Дивился Не Верю Их Потом Ходил По Окрестным Селениям И Учил Что-то Разве Изменилось В Его Силе Или Что-то Разве Изменилось Его Служение Или Это Те Люди Которые Это Или Это Те Люди Которых Он Ну Которым Он Относился Как-то По-другому Что Такое Происходило С Иисусом Почему Он Не Мог Исцелять Там С Иисусом Ничего Не Происходит Наш Бог Он Точно Так же Всемогущий Который Исцелял Всегда Который Приносил Избавление Который Завоевывал И Дарил Который Создал Эту Землю Небо И Землю Ведь Правда же С нашим Богом Ничего Не Происходит Он У нас Всемогущий Остается Аминь Но Почему Там В наших Жизнях И В наших Обстоятельствах Он Не Всегда Такой Почему То Здесь В этом Месте Там Где Его Знали Его Семью Почему То Что-то Было С ними Не так Потому Что им Казалось Что Они Его Знают Они Знают Его Родственников Они Знают И Они Смотрели Совершенно Другими Глазами Вообще На Его Служение На Него Самого Им Казалось Что Что Может Быть От Этого Человека Такого Если Он Из Простых Рабочих Тут Написано В переводе Плотника В оригинале Написано Одно Такое Слово Которое Обозначало Такую Рабочую Специальность Что Может Быть От Него Вот Если Помазание Какое Так Нам Приедет Такое Особенное Откуда Но Послушайте Бог Всемогущий Он Точно Такой Приходит Тот же Самый Всемогущий Бог Он Приходит На Богослужения На Какие-то Большие Конференции Он Точно Так же Приходит Наши Тайные Комнаты Он Точно Так же Приходит Тогда Когда За Нас Молится Человек Который Просто Сидит Рядом Со Мной Представьте Себе Тот Человек Который Вы Знаете Много Лет Господь Живет В его Жизни Точно Так же Как Живет В моей Жизни Как Живет В вашей Пастырь Как Живет В жизни Еще Там Кого То Кого Вы Знаете Точно Такой же Всемогущий Бог Приходит В тайную Комнату Но Почему Мы Так Сильно Не Ценим Это Время Время От Времени Потому Что Мы Не Находим Для Этого Свободного Какого То Времени За Нашей Суетой Тот же Самый Всемогущий Бог Вопрос В наших Ожиданиях Тогда Когда Мы Понимаем Это Осознаем Мы Ценим Эту Возможность Встречаться С Ним Лицом К лицу Я помню С Вадом Мы очень Волновались Ну я По крайней мере Волновалась Когда Первая Пара Неверующих Людей Попросились К нам На консультацию Они Сказали Мы В отчаянии И Что-то Наша Жизнь Она Разваливается И наша Семья Она Практически Практически Ее Уже Нет И Пожалуйста Выслушайте Нас И поговорите Мы были У психологов И как-то Ничего Не получается И я Помню Я Не знала Даже Вообще Что делать В этой Ситуации Потому что Я подумала Ну что у нас Есть У нас Есть Слово Божье Правда У нас Есть Слово Божье Которое Живо И Действенно Но Когда Ты Приходишь Я Понимала Что Когда Ты Приходишь К Неверующим Людям Для них Слово Божье Не Является Таким Вот Авторитетом Который Является Для Нас Когда Мы Говорим Что Бог Говорит Так Это Для Нас Имеет Большое Значение А Как Для Них Будет Иметь И Вы Знаете Каково Было Мое Удивление Когда Мы Встретились С этой Парой И Эта Пара Понимая Что В принципе Мы Работаем С верующими Людьми Они Пришли Для Того Чтобы Как За Последней Надеждой Где То Так Это Выглядело И Когда Мы Начали С Ними Говорить И Говорить Что Что Написано В Библии Мы Начали Говорить О Любви О Понимании Любви Мы Начали Давать Им Какие Практические Советы Я Хочу Сказать Вам Я Была Настолько Удивлена Тому Как Они Схватились За Это Как Они Начали Это Выполнять И Я Подумала Сколько Пастеров Вообще Тратят Множество Усилий Для Того Чтобы Создать Всевозможные Семинары Для Того Чтобы Консультации Знаете Для Того Чтобы Просто Помочь Семьям В Церквях И Они Просто Зовут Их А Семьи Не Приходят Име Проблемы И Я Подумала О Том Вот Именно О Этих Крох Которые Получают Люди Но Которые Но Неценимые Накрытые Столы Мне Так Хочется Чтобы Каждый В этом Зале И Тех Кто Смотрит Онлайн Знаете Мне Так Хочется Чтобы Вы Услышали О Тех Невероятно Ценных Накрытых Столах Которые Ожидают Вас Тогда Когда Будут Происходить Вот эти Учения По Поводу Семейных Отношений По Поводу Ваших Семей По Поводу Того От Чего Схватитесь За Это И Это Будет Для Вас Невероятным Благословением Можно Пренебречь Потому Что Вы Ну Каждый Из Нас Он Может Найти Множество Причин Ведь Правда Потому Что У нас Там Поле Куплено Я Женился И так Дальше Причин Достаточно Много Правда Дети Есть Работа Есть Надо Много Чего Делать Но Знаете Наступает Время Тогда Когда Нужно Оставить Все Вот Просто Оставить Все Для Того Чтобы Провести Здесь Несколько Часов И Получить То Что Является Драгоценностью Нам Так Много Всего Дают Вы Так Много Всего Знаете Так Много Всего Знаете Но Почему Наши Драгоценности Иногда Превращаются В Сувениры Которые Мы Привозим Со Всего Мира Мы Куда Не Едем В Соседний Город Поехали Надо Купить Какой-то Сувенир Иногда Сувенир Это Воздух С Израиля Вот Такой Воздух В Прозрачном Бутылочке Я видела Сама Лично Такое Продается Воздух С Израиля Я думаю Что С ним Делать С Воздухом А Есть Еще Песок С Египта Представьте Взяли Привезли Песка С Египта Или Еще Откуда То Поймите То Что Дается Нам От Бога Это Не Эти Сувениры Которые Мы Что-то Вдохновившись Думаем На Память И Потом Эта Память Где-то Валяется Никому Не Нужная И Мы Только Жалко Выбросить Потому что Деньги Заплачены Самое Лучшее Для нас Почему-то Особенно Является Ценным То За Что Мы Заплатили Деньги Особенно Ценным Самое Ценное Когда Ходить В тренажерный Зал Является Заплаченный Купленный Абонемент Вот Если Абонемент Нам Подарили Спортзал Я и так Красивый Вчера Пастор Рассказывал Пример 150 Килограмм Но Зато Стройные Подтянутые Если Абонемент Куплен Вот Тогда Ты Себя Собираешь И Идешь Туда Потому что Уплачено Правда А я Хочу Вам Самая Дорогая И Дана Нам В Дар И Нам Говорится Просто Цени Это Пользуйся Этим Столы Накрытые Нам Не Нужно Довольствоваться Крохами Но Столы Накрыты Для Нас Последнее Место Из Писания Которое Мы Прочитаем Сейчас Которое Драматическая История По Настоящему Драматическая Это Матфея Восьмая Глава Там Описанная История Когда Христос Он Освободил Бесноватых Может быть Помните Когда Бесы Вышли И Вселились В свиней Помните Вообще Иудеи В свиньи Для чего Они там Им надо Были Здесь Написано С 31 Стиха Я Прочитаю Вам Для того Чтобы Немножечко Захватить Этой Предыстории Здесь Написано И бесы Просили Его Если Выгонишь Нас То Пошли Нас Стадо Свиней И он Сказал Им Идите И они Выйдя Пошли Все В стадо Свиное И вот Все Стадо Свиней Бросилось С крутиз С крутиз В море И погиб В воде Пастухи Пастухи Побежали И придя В город Рассказали Обо Все И о том Что Было С бесноватыми И вот Весь Город Вышел Навстречу Иисусу И увидев Его Что здесь Написано Прочитали Просили Чтобы Он Отошел От пределов Их Так Хотелось Бы Прочитать Там Просили Чтобы Он Вошел В город И Наконец-то В этот Город Пришла Свобода Исцеление Ответы Чтобы Свобода К людям Пришла Чтобы люди Наконец-то Я не знаю Получили Свои ответы Которые Они так Долго Ждали Но Написано Что Те Слуги Что Свиньи Чито Пострадали Они Оказали Просто Ключевое Влияние На отношение Этих Людей К Иисусу Христу Кто-то Может Сказать О ужас Как Такие Люди Могут Так Поступать А я Хочу Вам Сказать Что Я Себя Иногда Узнаю Вот В этих Людях Когда Весь Твой Взгляд Сфокусирован На Все Что Происходит Здесь На Этой Земле На Своих Заботах Ежедневных На На Что Нам Хотелось Получить На То Что У нас Не Получается На Что Ну В общем На В том Что Беспокоит Нас Каждый День И Когда Мы Абсолютно Не Думаем И Не Смотрим На Нашу Жизнь С точки Зрения Вообще Вечности Когда Мы Не Осознаем И Не Понимаем Что Жизнь Наша Она Всего Лишь Какой-то Короткий Отрезок Времени Но Который Определяет Где Мы Проведем Вечность Представьте Насколько Она Важна Насколько Важна Жизнь Здесь Потому Что Именно Она Определяет Где Мы Проведем Вечность Вот Если Было Такое Сознание Мы Распахнули Двери Своего Города Двери Своего Дома Двери Своего Сердца Для Иисуса На Распашку И Сказали Иисус Приди И Делай Что Хочешь И Нам Все Равно Что Станет С Нашими Свиньями Ведь Правда Нам Перестать Держаться За наших Свиней Ну Свиней Вы Понимаете За все Эти Заботы За все Это Материальное То Что Иногда Даже Хорошее Даже Нужное Но То Что Мешает Нам Следовать За Иисусом То Что Мешает Нам По Настоящему Открыть Своё Сердце Для Него И Свою Жизнь Написано Что Эти Люди Они Вышли Вообще Они Приняли Мо Представьте Или Они Не Закрыли Даже Свой Дом Они Там Подумали А мне Лень Они Именно Вышли Из Города Предприняли Усилия Для Того Чтобы Остановить Иисуса И Чтобы Он Не Зашел В Город Для них Не Было Ценным То Что Он Сын Божий Для них Не Было Ценным То Что Он Совершал Для Них Не Было Ценным Хотя Бы Свобода Этих Людей Которых Он Освободил От Бесов Для них Не Было Ценным То Что Множество Людей Страдали От Того Что Они Не Могли Проходить Мимо Этих Бесноватых Вопрос Вопрос В том Что Ценно В Принципе А Вопрос В том Что Ценно Лично Для Нас Вы Понимаете Потому Что Невероятная Цена Огромная Цена Бесценно То Что Было Заплачено За Наше С вами Спасение Но Только Оно Станет Ценным Для Нас Только Тогда Когда Оно Будет Лично Для Нас Ценным Вы Понимаете Не Для Кого То Ни Для Пастора Ни Для Лидеров Ни Для Нашего Соседа А Тогда Когда Это Станет Лично Для Нас Тогда Мы Будем За Это Держаться Всю Нашу Жизнь И Это Определит Наши Выборы Это Определит Наши Наши Пути Это Определит Всю Нашу Жизнь Давайте Закроем Глаза И Помолимся Попросим Божьей Помощи На то Чтобы Понять И Пережить Что По Настоящему Ценно Пусть Бог Поможет Нам Ухватиться За Это Ценное Потому Что Если Жертва Христа Она Будет Ценна Для Нас То Послушайте Каждый День Он Будет Наполнен Смыслом В Каждом Дне У Нас Будет Причина Радоваться И Ликовать И Даже Когда Бог Молчит Мы Будем Продолжать Доверять Ему Потому Что Мы Знаем Что Он Не Случайно Молчит Он Молчит Во благо Нам Он Молчит Чтобы Дать Ответ Немножечко Позже Но Чтобы Это Время Оно Изменило Нас Господь Спасибо Тебе Мы Благодарим Тебя За Нашу Жизнь И Мы Благодарны Тебе За Ту Жертву Которую Ты Принес За Каждого Из Нас Спасибо Тебе За Крест Что Ты Осознанно Пошел На Крест Будучи В Теле Человека Испытав Все Претерпев Все Ради Каждого Из Нас Будучи Богом Придя На Эту Землю Пройдя Жизненный Путь Сталкиваясь Со Всем Тем Что Нам Приходится Сталкиваться Опять же Ради Нас Ты Принес Себя В Жертву Взойдя На Крест Вместо Нас Умер И Воскрес И в этом Воскресении Надежда Для Каждого Из Нас Для Каждого Дня Господи Помоги Нам Ценить Жертву Твою Каждый День На Каждом Этапе Пути Помоги Нам Господь Просыпаясь Утром Открывая Глаза Воздавать Тебе Славу За То Что Ты Спас И Оправдал Независимо От Обстоятельств Независимо От Того Что Нам Не Приходилось Проходить Сегодня Пусть Жертва Она Всегда Будет Причиной Радости И Ликования Помоги Нам Смыкая По вечерам Ты умирал За Меня Мы Благодарны Тебе За Нашу Жизнь Которая В Твоих Руках И Твои Руки Самые Надежные Господи Пусть Мир Божий Он Будет Нашим Сердцем Который Превыше Всякого Разума Который Непривычный Непонятен Людям Мир Божий От Того Что Иисус Умер И Воскрес И Пускай Христос Воскрес То Что И Христос Воскрес Мы будем Вспоминать Не один Раз В год Во время Пасхи Но Каждый День И Это Каждый День Будет Нам Давать Надежду Я Молю Тебя Господь За Каждого Человека Кто Находится В этом Зале Или Смотрит Онлайн Который Находится В Особых Стесненных Обстоятельствах Своей Жизни Кому Кажется Что Ты Молчишь Кто Задает Множество Вопросов Себе И Тебе Господь Я Прошу Тебя Укрепить Этих Людей Во Имя Иисуса Дай Веру Дай Надежду Господь Дай Переживание Того Что Ты Любишь А Значит Тебе До Всего Я Сделаю И Ты Не Забыл Ты Не Замолчал Дай Понимание Того Что Ты Всегда Рядом Потому Что Ты Обещал Это Однажды А Значит Ты Всегда Рядом Помоги Каждому Пройти Пустыню С Ликованием И Радостью От Того Что Мы Имеем Спасение От Того Что В Сегодняшнем Дне Ты Сохранил Нас В Этом Спасении Господи Мы Каемся Перед Тобой Отец За То Что Я Каюсь За То Что Иногда Пренебрегаю И Забываю Вообще Об Этой Жертве Фокусируясь Часто И Суетившись Вот этими Земными Делами Которые Уже Завтра Или Послезавтра Или Через Пять Лет Покажутся Мне Таким Мелким И Незначимым А Тем Более Когда Я Буду Вечности Господи Исцеляй Наши Сердца Давая Эту Невероятную Радость Радость Оттого Что Ты Спас И Оправдал Благодарим Тебя Господь И Просим Тебя Пусть Наши Сердца Будут По Настоящему Благодарны Пусть Для Нас Жертва Твоя Будет Настоящей Ценностью Которая Не Заканчивается С Получением Ответа Но Которую Мы Пронесем Всю Свою Жизнь На Этой Земле Во Имя Иисуса И Всю Славу И Честь И Хвалу Отдаем Только Тебе Одному Во Имя Отца Сына И Святого Духа И Все сказали Аминь Слава Богу Слава Слава Хот Bryce Продолжение следует...